Несмотря на прогресс последних десятилетий, некоторые люди в Таджикистане все еще не имеют доступа к продуктам питания в достаточном количестве и необходимой питательности для здоровой и активной жизни. Устранение коренных причин отсутствия продовольственной безопасности могло бы помочь стране бороться с бедностью и недоеданием в соответствии с целями в области устойчивого развития, в частности ЦУР-1 и 2 по ликвидации нищеты и голода. Поскольку продовольственная безопасность играет ключевую роль в обеспечении социально-экономического роста страны, она является одним из четырех главных приоритетов национального развития Таджикистана. Проект ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания», осуществляемый при финансовой поддержке Российской Федерации, внедрил инновационные пилотные проекты в области школьного питания, социальной защиты и миграции в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Это помогло разработать модели межсекторального сотрудничества на политическом и законодательном уровнях для улучшения продовольственной безопасности и питания населения. Для улучшения школьного питания в 20 школах были созданы теплицы и фруктовые сады системой капельного рожения в рамках пилотного проекта ФАО. Там также проводятся учебные мероприятия по здоровому питанию и практические занятия по земледелию. Школьный персонал и работники обучены основам сельского хозяйства, а школьники – здоровому питанию и гигиене питания. Благодаря продаже излишков, производство овощей в теплицах обеспечивает дополнительный доход для школьного бюджета. В этом году мы очень хорошо получаем продукцию. Памидора, каламфора или бодринг – все, что мы получаем сельскохозяйственные продукты. Мы получаем сельскохозяйственные продукты. Витамины, которые у нас есть, в кудако, не получают витамины. Мы не садимся. Мы не садимся. Например, 15-18 килограмм, один из двух, мы садимся в базар, например, мы садимся. Я не люблю памидар, не люблю пуду, не люблю пуду, кашми, и краб, 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 и краб. В последние годы программы школьного продовольствия и питания стали ключевым инструментом повышения продовольственной безопасности, и улучшения питания школьников. Многие школы в Таджикистане имеют неиспользуемые земли, пригодные для ведения сельского хозяйства и садоводства. Таким образом, модель теплиц может быть воспроизведена и в других учебных заведениях. Продолжение следует... Мы говорим, что Продолжение следует... а также оказывает техническую помощь Министерству образования и науки для включения вопросов здорового питания в учебную программу. Таджикистан является одним из крупнейших источников рабочей силы в регионе, в свою очередь получая значительный объем денежных переводов трудовых мигрантов в основном из Российской Федерации, что составляет от 20 до 40% валового внутреннего продукта страны. ФАО оказала поддержку мигрантам и их семьям, проживающим в сельской местности, в инвестирование их денежных переводов в сельское хозяйство и связанные с ним предприятия посредством предоставления грантов на паритетных началах, сопровождающиеся профессиональным и бизнес-ориентированным обучением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в том, что они хорошо получились. В качестве правильного решения, мы имеем в виду, что ЛОИХА в других направлениях, в том, что ЛОИХА, 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 в том, что ЛОИХА должен зарабатывать все другую национальную карту. Мы общаемся с людьми с другими национальными. Мы не можем создавать локтные люди. Мы с другими национальными с другими национальными гражданами. Мы сейчас можем получить преследование. Мы подойдемте в ЛОИХА, мы обратили ее садорв 메ем. Мигранты, возвращающиеся на места постоянного проживания, А также домохозяйство с трудовыми мигрантами, возглавляемые женщинами, получили поддержку в виде грантов на паритетных началах. Это имеет решающее значение для создания устойчивых рабочих мест, особенно в сельском хозяйстве, и реинтеграция репатриантов в местное сообщество. Бенефицары открыли предприятия по производству молочной и растеневодческой продукции, меда, других продуктов питания или расширили свой агробизнес благодаря внедрению капельного рожения и организации правильного хранения сельскохозяйственной продукции на складах, оборудованных рефрижераторными установками. На основании результатов пилотного проекта по предоставлению грантов на паритетных началах, проект также способствовал разработке стратегии по труду мигрантов на период с 2021 по 2026 годы и закона о мигрантах. Более 600 представителей местных органов власти, школ, гражданского общества и общественных гендерных групп приняли участие в обучающих мероприятиях по продовольственной безопасности и питанию в сельских регионах Хатлонской области. Казахстан Это не имеет репликатория. Это не было установлено, но это важно поддерживать проекту, и смотреть на уровень развития, и использовать более финансово-сustainable механизмы, like involving farmers and local government into the school feeding programs as well. And another important factor is integrating nutrition into educational programs and activities, so not only from the point of view of nutrition, but also from the point of view of production. And finally, our work, of course, we are leading in supporting the government in reforming the agricultural sector as well in Tajikistan. Thank you.